Орган попечительства и опеки – ключевая государственная структура, занимающаяся социальной работой. Как показывает статистика в Российской Федерации, проживает около полумиллиона детей, оставшихся без родительской опеки. Государство оказывает сегодня всестороннюю помощь детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Им предоставляется разного рода гарантии, материальная поддержка, дополнительные жилищные и имущественные права. Основная работа отдела опеки направлена на выявление, введение и учет детей-сирот, оставшихся без подпечения родителей и защита их прав. На сегодняшний день в Российской Федерации находится на учете 209 детей-сирот, которые получают выплаты от государства. Также отдел опеки занимается работой по учету недееспособных совершеннолетних граждан, которых тоже у нас в районе около 100. Ещё одна такая яркая работа – это обеспечение жильём детей-сирот. Каждый год государство выделяет денежные средства на покупку домов. В 2018 году мы купили, администрация района приобрела 7 домов для семерых детей, и в конце года мы им предоставили жильё. Средства непосредственно не перечисляются, да? Непосредственно деньги на руки не идут, они заключаются в контракте. Какая сумма выделяется на приобретение жилья, и как рассчитывается она? Сумма рассчитывается правительству, выносится постановление от назначения. Ну, они рассчитывают по квадратуре, стоимость квадрата, квадратного метра жилья, и они рассчитывают на 33 квадрата для каждого сироты. То есть 33 квадратных метра? Да, это норма. И, соответственно, они посчитали, получается, что на жильё нам для приобретения одного дома предоставляется сумма 618 тысяч рублей. Это у нас в районе, и в некоторых районах тоже, в городах разных, чуть выше, где-то чуть меньше. Если я найду в населённом пункте, например, в Батаюрсе дом, я могу предоставить информацию вам, да, что вот так и так я нашла дом, и 33 квадратных метра перечисляются хозяину этого дома, да? Нет, совершенно не так. Как проходит этот процедур? Администрация объявляет торги, и человек, который хочет вам продать дом, он должен участвовать в этих торгах. Там может быть не один дом, там может быть пять домов, десять домов. Мы заранее говорим, вот на такую сумму мы собираемся приобрести дом в этом году. Объявляем торги со всеми бумагами, со всеми зелёнками, так называемыми, со всеми документами человек через электронную площадку обращается, и там проводятся торги, как сейчас уже невозможно, как раньше, просто контракт заключить без торгов. Участвуют в торгах, выигрывают, и после того, как они выиграли уже, мы осматриваем дома, и... То есть вы полностью проверяете, да? Да, комиссия должна проверить дом, она соответствует тем условиям, которые предъявляются им. И только после этого заключается контракт, и перечисляются, соответственно, деньги на счёт от этого продавца дома. Органы опеки и попечительства тесно сотрудничают с различными структурными подразделениями, регулируют меры по предотвращению семейного неблагополучия и социального сиротства. Помимо этого, ещё у нас очень много работы, связанных с выдачей справок разного рода, именно много справок по лишению родительских прав, там, с других регионов нас запрашивают, вот, та или иная родительница лишалась родительских прав, для каких-то льгот эти справки нам необходимы, и мы их выдаём в соответствии с по срокам, ну, и по требованиям, как они говорят. Также очень много работы ведётся с судебными процессами. Наши специалисты выезжают в районный суд, бракоразводные процессы в основном. Там приходится защищать интересы детей, так как скорость родителями в основном из-за этого страдают сами дети. Родители же некоторые, не понимая, там, причиняют... Ну да, они родители решают как-то свои проблемы, совершенно забывали о детях. И вот так получается, что нам приходится туда тоже выезжать, эту работу тоже проводить. Насколько нам известно, в этом году исполняется 10 лет вашему отделу. Именно вот при администрации района он был создан в 2009 году. Поэтому получается, что делу 10 лет юбилей. Мы вас поздравляем. Спасибо.